Беседа восемьдесят восьмая, страница пятьсот девяносто девять. Когда же они обедали? Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Спаси агнцев моих». Двадцать один пятнадцать Иоанна. Многое другое может доставить нам дерзновение перед Богом и сделать нас славными и достопочтенными, но преимущественно перед всем мы приобретаем благоволение свыше по печеньям о ближних. Вот этого и Христос требует от Петра. Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Спаси овец моих». Почему же, помимо других учеников, беседует об этом с Петром? Потому что он был избранный из апостолов у ста учеников, верховный в их лиге. Почему и Павел приходил некогда видеть его преимущественно перед другими? Вместе с тем, Христос поручает ему попечение о братии и для того, чтобы показать, что отныне он должен иметь дерзновение, так как отречение его предано забвению. Не воспоминает об его отречении и не порицает его за то, что было, но говорит, «Если ты любишь меня, то заботься о братии. Покажи теперь ту горячую любовь, которую ты всегда обнаруживал и которой и утешался. Душу свою, которую ты обещал положить за меня, предай за овец моих». Будучи спрошен в первый-второй раз, Петр призвал свидетелей самого ведущего сокровенной тайны сердца. Когда же потом спрошен был и в третий раз, то смутился, убоявшись, чтобы опять не случилось того же, что было прежде, потому что и тогда он говорил с уверенностью. Но последствия опровергли его. Поэтому снова прибегает ко Христу и говорит, «Ты знаешь все, то есть и настоящее, и будущее. Видишь, как он исправился и стал благоразумнее. Уже не упорствует в своем мнении и не противоречит. Поэтому-то он и смутился. Может быть, я думаю только, будто люблю, а на самом деле не люблю, как и прежде. Я много думал о себе и говорил с уверенностью, но последствия опровергли меня». А троекратно Христос спрашивает его и троекратно заповедует ему одно и то же, чтобы показать, как высоко он ценит попечение о своих овцах, и что это в особенности служит знаком любви к нему. Сказав ему о любви к себе, Христос предрекает ему и мученичество, которому он подвергнется, и тем показывает, что то, что он говорил ему, говорил не по недоверию к нему, а напротив, по совершенной уверенности в нем. «Желая показать образец любви к себе и научить нас, каким образом преимущественно мы должны любить его. Вот почему говорит «Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Стих 18. Несомненно, что Петр сам этого хотел и желал, потому Христос и возвестил ему это. Он неоднократно говорил, «Душу мою за тебя положу» 13.37 «И хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя» Матфея 26.35 Поэтому Христос и устроил по его желанию. Что же значит «куда не хочешь»? Христос говорит здесь о свойстве природы, о необходимом законе плоти, о том, что душа неохотно разрешается от тела, так что хотя бы намерение было и твердое, но и при этом природа обнаруживает себя. Никто без страданий не расстается с телом, и это Бог устроил, как я и прежде говорил, для пользы, чтобы немного было насильственных смертей. Ведь если при этом дьявол успевает побуждать к самоубийству и весьма многих доводит до стремнин и пропасти, то если бы не такова была любовь души к телу, многие тотчас устремлялись бы к этому даже от самой ничтожной печали. Итак, слова «куда не хочешь» означают естественную любовь. Почему Христос сказал «когда ты был молод», говорит потом «когда ты состаришься». Этим показывает, что Петр тогда был уже не молод, как это и справедливо, но и не стар, а в совершенном возрасте. Для чего же он напомнил ему о прежней жизни? Чтобы показать, что таковы его дела. В житейских делах человек молодой бывает полезен, а состарившийся бесполезен, а в моих делах, говорит, не так. Напротив, с наступлением старости, доблесть блистательнее и мужество славнее, не встречая никаких препятствий от возраста. И это он говорил не с тем, чтобы устрашить, но для того, чтобы воудушевить, потому что он знал его желания, знал, что он издавна пламенно стремился к этому благу. Вместе с тем Христос указывает здесь и на образ его смерти. Так как Петр всегда хотел быть в опасностях за него, то он говорит «будь спокоен, я исполню твое желание, так что чего ты не потерпел в юности, то потерпишь в старости». Далее Евангелист, возбуждая слушателей, прибавляет «Сказал же это, давая разуметь, какой смерти Петр прославит Бога, и сказав сие, говорит ему «иди за мною». Не сказал «умрет», но прославит Бога, «чтобы ты знал, что страдание за Христа составляет славу и честь для страждущего». И сказав сие, говорит ему «иди за мною». Здесь Христос опять указывает на свое попечение о нем и на свое великое расположение к нему. Если же кто спросит, почему же престол Иерусалимский получил Иаков, то я отвечу, что Петра Христос поставил учителем не для этого престола, но для вселенной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал «Господи, кто предаст тебя?» И его увидев, Петр говорит Иисусу «Господи, а он что?» 20-21 стихи. Для чего напомнил нам о бывшем тогда возлежании? Не просто и не без причины, но чтобы показать, какое Петр имел дерзновение после своего отречения. Прежде он не смел спросить, но поручил это другому, а теперь ему вверено даже попечение о братии. Теперь он не только не поручает другому того, что до него касается, но же и сам за другого спрашивает учителя. Иоанн молчит, а он говорит. Здесь же Евангелист показывает и любовь к нему, Петра. Действительно, Петр очень любил Иоанна. Это видно из последующих событий, да и вообще во всем Евангелии и в Деяниях обнаруживается их взаимная любовь. И вот поелику Христос предсказал Петру величие, вручил ему вселенную, предвозвестил мученичество и засвидетельствовал, что его любовь больше любви других. То Петр, желая иметь его своим сообщником, говорит, а он что? Не пойдет ли и он одним с нами путем? Как прежде, не дерзая сам спросить, поручил это Иоанну. Так теперь, платя ему тем же, и думая, что он хотел бы спросить о себе, но не смеет, сам берет на себя предложить о нем вопрос. Что же Христос? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Так как Петр говорил по крайней заботливости и не желая разлучиться с Иоанном, то Христос, показывая, что сколько бы он не любил его, но любовь его не сравняется с любовью самого Христа, говорит, если я хочу, чтобы он прибыл, что тебе до того? Этим он научает нас не сокрушаться и не любопытствовать больше, чем сколько ему угодно. Петр всегда был пылок, и скор на такие вопросы, а потому Христос этими словами снова обуздывает его горячность и научает не быть сверх меры любопытным. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Не думай, говорит, что я одинаково устрою вашу судьбу. А это он сделал потому, что теперь неблаговременно была их взаимная любовь. Так как они должны были принять на себя попечение вселенной, то им уже не следовало быть вместе друг с другом. Это было бы весьма вредно для вселенной. Поэтому-то Христос и говорит Петру, «Тебе поручено дело, заботься о нем, совершай его, терпи и подвязайся. Что, если я хочу, чтобы Иоанн здесь пребывал? Ты смотри за своим делом и о нем заботься». Заметь и здесь скромность евангелиста. Сказав о мнении учеников, он исправляет его, так как они не уразумели того, что Христос сказал. «Не сказал, говорит Иисус, что не умрет, но что тебе до того, если я хочу, чтобы он пребыл?» Сей ученик и свидетельствует о всем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельства его. Почему он один так говорит, тогда как никто другой этого не делает, и уже в другой раз сам свидетельствует о себе, между тем, как это неприятно слушателям? Какая тому причина? Говорят, что он после всех приступил к написанию Евангелия, будучи на то подвигнут и возбужден Богом. Поэтому он постоянно указывает на любовь его к себе, намекая всем на причину, по которой решился писать. Поэтому же часто упоминает и о том, что его свидетельство истинно, придавая Христос достоверность своему слову, и показывая, что он приступил к этому по побуждению свыше. И знаем, говорит, что истинно свидетельство, то есть о чем он повествует. Если же многих это не уверит, то им можно увериться и следующего. Из чего же? Из того, что сказано далее. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Стих двадцать пятый. Отсюда видно, что я писал без пристрастия. Если при таком множестве я не сказал даже и столько, сколько другие, но опустив большую часть их выстоял на вид козни иудеев и рассказал, как они бросали в него камнями, как ненавидели его, оскорбляли и поносили, как именовали его даже бесноватым и обманщиком, то явно, что я писал без лести. Кто льстит, тот обыкновенно поступает как раз напротив. Все позорное скрывает, а дела блистательные излагает. И вот почему он, в совершенной уверенности, написав то, что написал, не отказывается выставить свое собственное свидетельство, вызывая рассмотреть и исследовать каждое событие в отдельности. Ведь и у нас есть обыкновение, когда мы считаем что-нибудь несомненно верным, не отказываться от собственного о том свидетельствах. Если же это делаем мы, то тем более он, писавший по внушению духа. Так говорили проповедуя и другие апостолы. И мы тому свидетели, что проповедуем, и дух, которого он дал повинующимся ему. Деяние 2.32. Притом Иоанн присутствовал при всех событиях, не оставлял Христа во время распятия, и ему поручена была Матерь. Все это знак, что Христос любил его и что он знал все в точности. Если же он сказал, что знамений было совершено так много, ты этому не удивляйся, но подумай о неизреченной силе творящего и тримись с верой сказанное. Как для нас легко говорить, так или еще гораздо легче для него сделать то, что ему угодно. Ему довольно было восхотеть, и все исполнилось. 603. Будем же тщательно внимать сказанному и не перестанем читать и изъяснять. От частого чтения мы получим много пользы. Через это мы в состоянии будем очистить жизнь свою и истребить в себе терния. Таковы именно грехи и житейские заботы. Бесплодны они и болезненны. Как терния, с какой бы стороны ни коснулась его, уязвляет касающегося, так и житейские дела. С какой стороны ни приступить к ним, всегда наводит печально того, кто связывает себя ими и заботится о них. Но духовные дела не таковы. Напротив, они похожи на драгоценный камень, который, как ни повернешь его, отовсюду увеселяет зрение. Например, сотворил ли кто милостыню? Он не только питается надеждой на будущее, но наслаждается и здешними благами. Он ничего не опасается и все делает с великим дерзновением. Преодолел ли кто злое вожделение еще прежде наступления царствия? Он уже здесь получает слог, слыша похвалу и одобрение от всех, а прежде всего от собственной совести. Да таково и каждое доброе дело. Между тем, как дела злые еще прежде гиенны, уже здесь мучает совесть. Если ты грешишь, то подумаешь ли о будущем, поражаешься страхом и трепетом, хотя никто не наказывает тебя. Подумаешь ли о настоящем, имеешь много врагов и живешь в подозрении, и не можешь даже прямо и посмотреть на обидевших тебя, лучше же сказать и на тех, которые не обидели. От греха не столько получаем мы удовольствие, сколько скорби. Тут и совесть опьет, и посторонние люди осуждают, и Бог прогневляется, и гиенно угрожает поглотить нас, и мысли не могут успокоиться. Тяжел поистине, тяжел и невыносим грех, тяжелее всякого свинца. Кто сознает его за собой, тот отнюдь не может смотреть прямо, хотя бы был и очень нечувствителен. Так Ахав, хотя был крайне нечестив, но почувствовав грех, ходил с поникшей головой, сокрушался и скорбел, потому-то он и вретище возложил на себя и проливал источники слез. Если мы будем это делать, если будем плакать, как Ахав, и сложим в себя грехи, как Закхей, то и мы получим прощение. Как при опухолях и язвах, сколько бы кто не прилагал к ним лекарств, не остановив наперед притекающие и расстраивающие рану материи, все бывает напрасно, потому что не остановлен источник зла. Так бывает и с нами. Если мы не удержим рук от любостяжания и не прервем этого нечистого потока, то хотя бы стали давать им милостыни, все будет напрасно. Что уврачует милостыня, то затопит, испортит и сделает еще худшим любостяжание. Перестанем же сначала хищничать, и тогда уже станем подавать милостыню. Если же мы сами будем стремиться в пропасть, то где у нас будет возможность остановиться? Когда человека падающего, один станет тянуть вверх, что делает милостыня, а другой будет увлекать вниз, то от такой борьбы не произойдет ничего более, кроме того, что этот человек будет разорван. Итак, чтобы нам не потерпеть этого, и чтобы милостыня не оставила и не покинула нас в то время, как любостяжание влечет нас в долу, облегчим себя и воспарим в горе. Тогда, освободившись от дел злых и сделавшись совершенными через упражнения в делах добрых, мы сподобимся вечных благ по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно, и во веки веков. Аминь.